Ну а тем временем Вашингтон официально уведомил Москву о приостановлении своего участия в ДРСМД. Таким образом США начали процедуру выхода из договора. Об этом сообщили на сайте российского МИДа. В заявлении отмечено, американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашений вооружений. Как страны отреагировали на такой ход, расскажет Анна Воронина. Мы не ставили подпись в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но наша безопасность напрямую зависит от этого соглашения. Об этом неоднократно заявляла глава европейской дипломатии Федерико Маггерини, давая понять. Необходимо сохранить ДРСМД. В странах Старого Света опасаются последствий развала договора. Приостановка одного из самых важных договоров времен Холодной войны по контролю над ядерным оружием является плохой новостью, которая к тому же вносит нестабильность в политическую обстановку на мировой арене. В Германии также резко осудили разрыв ДРСМД. В Бундестаге намерены сделать всё возможное, чтобы поставить вопрос контроля за вооружением на первое место в международной повестке. По мнению немецких дипломатов, если упразднят этот договор, он потянет за собой на дно и ряд других международных соглашений. Я верю, что мы сделаем всё, что в наших силах, используемость шесть месяцев, чтобы продолжить дальнейшие переговоры. Мы должны поговорить с Россией и со стороны Германии, как в лице главы немецкого МИДа, так и меня. В любом случае сделаю всё, чтобы переговоры стали возможными в течение этих шести месяцев. К диалогу сторон призывают и в Хельсинки. Финские дипломаты уверены, что ДРСМД гарант международной стабильности и безопасности. В МИДе призвали стороны к терпению и сдержанности, а также предложили поучаствовать в сохранении договора в качестве посредника. Схожую позицию заняли и в Праге. Сожалею о приостановке обязательств стран по ДРСМД. Америка должна была сесть за стол переговоров с Россией. Стороны должны были договориться о продолжении процесса ликвидации ядерного оружия. В Пекине также выступают против разрыва договора. В МИДе КНР призвали стороны урегулировать разногласия посредством диалога. Дипломаты выразили сожаление, что Белый дом подвергает опасности международную безопасность и стабильность.